Добрый день, дорогие мои зрители! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом канале. Ну, буквально я решил немного уделить внимание именно в формате бесплатного подкаста предстоящему турниру Ryzen, потому что весь карт... Ну, как весь карт? Полкарда, можно так сказать. Я разобрал сейчас клиентам в платку, потому что такие вот пары, как, например, там, не знаю, пацаны с рекордами 16.9 против 8.12, какие-то пиздюки, да, мне не особо интересно. Вот, или 2.0 против 0.0. Вот, есть здесь интересные в плане спортивной составляющей, в плане ставок пары. Вот, я там смог, соответственно, выделить какие-то волынные варианты, некоторые прям очень хороши. Все это записал в платный подкаст, он уже доступен, соответственно, на Boosty, ссылка в описании под видео, там, и так далее. Можете перейти, посмотреть, там, в плане ознакомиться с условиями, вот. Ну, и я по старой традиции, плюс, опять же, в уходящем году надо же, как бы, main event, там, допустим, как-то зацепить. И есть у меня, в принципе, рекомендация на главный бой этого вечера Киоджи Харигучи против Макота Шиндрю. Ну, как бы, плюс там еще, знаете, вариант такой, на самом деле, не особо валуйный, поэтому, вот, даже как-то, не знаю, стыдно его давать. Но, тем не менее, как бы, Киоджи Харигучи всем, в принципе, хорошо известен. Он неплохо залетел в UFC в свое время, там, да, с учетом лоускиленности дивизиона. Там, неплохо прошелся, там, да, по всяким, там, около топам или, там, бойцам, которые хотя бы что-то из себя представляли. Ну, вот, тем самым сумел получить быстрый тайтл-шоп против Димитриса Джонсона, которому проиграл разгромно. После этого, как бы, может быть, они как-то не особо договорились с руководством. И он после серии с трех побед подряд, не стал, видимо, продлевать контракт и вернулся к себе в Японию. И обратно он выступает в новообъявившейся, но в новосоздавшейся организации Ryzen. Единственная ошибка его, там, как мне кажется, была допущена. Это он, типа, решил себя особо сильно не утруждать и не биться весовой категории до 57. То есть, он выступал в 61, ну, вот, и тем самым был вынужден драться против, там, более массивных ребят, там, если такие попадались. И это начало приводить, там, да, к каким-то поражениям. Ну, вот, плюс, опять же, заплеты с Теншином на Сука в правом кикбоксинге зачем-то. Ну, вот, ну, в общем, пытался и делал все, что мог. Ну, вот, в итоге, после ряда поражений, опять же, вот, например, от серии, опять, из-за залетное поражение в 61, от петча микса, там, разгромная, он решил вернуться в весовой категории до 57 килограммов. Последний бой против Феджи Кубо он провел в ней. И, получается, тот бой, который закончился от одного контеста против Макота Шинрю, опять же, был в 57 килограммов. Ну, вот, это был бой за вакантный титул в Беллаторе. Вот, но он был остановлен, потому что Макота Шинрю получил тучок в глаз и не смог продолжить поединок. Ну, вот. В целом, стилистически, как можно писать, Киорчи Кари Гуччи, сбалансированный, хорошо, как бы, да, подобранный боец по скиллам, имеет и в стойке, и тайминги у него хорошие, там, да, есть некие вопросы по пробительности, нормально защищается от борьбы, да и сам, в принципе, под подбород какого-нибудь, там, беспартерного лоха вполне себе способен. Вот, по карте тоже вроде проблем не испытывает. А в соперниках его оппонент, Макота Шинрю, как раз-таки привык больше полагаться на борьбу, переводы, контроль. Нельзя сказать, что он какой-то прям ультрагреплер, ультрагреплер какой-то сильный, там, большое количество сабов в последних боях, прежде всего, был словно низким уровнем его оппонентов в этом плане, там, да. Вот, и в целом, молодой, непробитый, там, да, напористый. И я ожидаю, что здесь мы просто увидим гачу какую-то, там, да, постоянно с прижиманиями, те же самые, там, не знаю, там, чуть ли, возможно, неполный бой. Ну, вот, плюс, там, да, можно было бы как-то опасаться какого-то нокаута от Киоджика Ригуччи, но он тоже, знаете, больше любитель вперед их поиграться, особенно, если оппонент будет постоянно угрожать борьбой. Поэтому здесь нужно смотреть сторону ТБ, и если пробежаться по БК, то там, Парибет дает за два раунда, типа, 1,5 с копейками. Такой же коэффициент предлагает, по сути, марафон. И единственное, что вот Бэтсити, они, хоть и полностью ориентируются на Парибет, тот же самый, да, Фарибет фон Бэт, но они стараются как-то, да, там, бывает с тоталами пошаманить, потому что у них расчет другой. И вот они, получается, предлагают за, я не помню, сколько, за 3,5, нет, или за 2,5 раунда. По-моему, за 2,5 раунда. Я просто не могу вам показать линию, меня за этот ролик забанят нахер. Ну, короче, они предлагают тотал больше продолжительный, но за коэффициент типа 1,7. Там 1,7, может даже 1,7 с копейками. Вот, в принципе, это нижняя такая планка, которую можно забирать. То есть, просто я за такие кайфы стараюсь не брать. Но вы можете заиграть, если вам это интересно. Я эту рекомендацию, в принципе, клиентам посоветовал. Ну, вот, кому по кайфу, кому стратегия, чья стратегия, чью стратегию устраивают такие коэффициенты, можно попробовать. В любом случае, в этом карте есть и более интересные варианты, но это сорян, это уже в платке. Вот, поэтому я в любом случае посмотрю, там, роспись, там, какая-то, может быть, появится что-то еще ближе к турниру, и после процедуры официального взвешивания, если что-то появится дополнительное, то я вам дам знать, опять же, там. Ну, вряд ли роли буду снова еще один записывать, ну, или в Телеграме напишу, или что-то еще. Но, в любом случае, официальная рекомендация на мейн-вет этого турнира, то, что бой, соответственно, пройдется, там, больше двух с половиной раундов, да, больше двух с половиной раундов, это на Арчулеру дает ТБ 3,5. Вот, да, я вспомнил. Ну, вот, просто они рядом, в линии там находятся, и там можно даже слегка перебутать. Здесь ТБ 2,5, в главном БФК Мэйне ТБ 3,5. И там, и там что-то типа по 1,7 с копейками предлагают. Ну, вот. Ну, а вот в платном подкасте там прям все, вот, прям в линии показывают, вот здесь забираете вот это, вот здесь забираете вот это, вот здесь забираете вот это. Этот формат, конечно, более удобен, более практичный, но, увы, Ютюб такое уже не пропускает. Сорян, 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 сорян. Вот, опять же, у нас до конца года еще там должен быть эктагон, что-то еще, если что-то будет интересное, обязательно с вами мыслями поделюсь. На этом все, всем всего хорошего и пока-пока.